всем привет уважаемые друзья с вами иной тут не недавно новички в гильдии задали вопрос по кошельку то есть что там за айтемы что обозначает смотрите когда мы нажимаем клавишу из переходим в инвентарь у нас есть волок до кошелек наш здесь много-много всякой хрени да что это все обозначает где это берется и зачем она нужна ну давайте сами разбираться значит гемы это игровая валюта которую вы покупаете да когда нажимаете клавишу о зайти гемом вы в шопе покупаете какие-то вещи далее это наши обычные денежки которые мы зарабатываем карма зарабатывается на выполнение различных ивентов спирит шарц получается из очень многих активностей но в основном ее дают эту валюту за ежедневный ход в игру в одном из сундуков содержится также за выполнение дэйли заданий нажимаете клавишу h английскую переходите во вкладку achievements открываете дэйли и смотрите да вам надо выполнять три любых дэйли например вот как видите когда вы сделаете любые три дэйли из представленного списка в сундучке посмотрите написано содержится три спирит шарда но это гарантированно да вы получите лавры получается исключительно за вход в игру когда у вас есть купленная версия игры то есть во фришке это недоступно вам guilt commendations если вы стоите в гильдии выполняете гильдийские миссии вы можете зарабатывать эти гильдийские коммендации и на них покупать ну например ascended аксессуары в своей гильдии transmutation charges используется для как это сказать правильно передачи внешки да то есть если вы когда-то выбивали какую-то либо внешку и одели что-то новое но хотите оставить старую до старый вид внешки вот эти заряды трансмутации вам понадобится они получаются ну сейчас самый оптимальный способ это ходить на ранки пиви пи арену и там их дофигище просто падает но так же как вариант их можно купить в шопе пиви пи лиг тикет это тикеты которые получаются за закрытие дивизионов пвп пока идет ранки пиви пи сезон точно так же как и ascended shards of glory эти шарды вы можете получить за прохождение пиви пи 9 дивизионов пока идет сезон вот сейчас давайте с вами посмотрим вот смотрите сейчас идет сезон и он продлится до 2 января 2018 если вы хотите заработать голды прилично да и вот эти вот ascended shards of glory и пиви пи и лик тикет сейчас самое время туда идти можно вывести очень дофига денег порядка там тысячи голды можно на всем этом заработать также они используются для покупки ascended снаряжение у вендоров badges of honor получается на ввв на межсерверном противостоянии бьете врагов так далее ну они падают дофига где proof of heroics также получается с ранки данного ввв и могут быть потрачены на покупку хиропойнтов ваших да то есть очков героя жиода добывается из локации dry top сейчас я вам ее покажу живу да живу да вот она dry top да вот на этой локации как видите она добывается вот можете наводить на значки и видно что здесь добывается видите здесь написано мэп бонус из живу да она также может быть потрачено сейчас скажем на что у нас can be traded в рецепты еду номер с гир то есть это я так помню броня номер так называется и им бритвы то есть им бритвы оружие наверное так я понимаю это за перед лог пикс эти ключи открывает сундуки в локации dry tops но эти сундуки появляются только тогда когда на локации идет песчаный шторм сундуки содержит броню оружие рарные скины рецепты эмберит собственно говоря и больше так вот написано бандит крест получаются с ивентов локации silver waste где-то у нас silver waste вот она видим да посмотрите мэп бонус из вон видите бандит крест на что мы это можем потратить мы можем это потратить на внешку карапейс она называется карапейс armor и рецепты для брони с характеристиками sinister бандит скелетон кейс точно также добывается в локации silver waste и используется для открытия сундуков но в частности когда вы выполняете мета ивенты убиваете главного босса там будет несколько сундуков ими вы можете как раз их открывать airship parts эти вещи добываются в локации верден бринг вот она на слева прямо от silver waste от самой первой карты дополнение heart of thorns здесь вообще вот правильнее бы было бы знаете как делать вот например пэк пэк кроу барс до используется для открытия сундуков а в этих сундуках содержится airship part за airship parts вы можете торговать с вендорами нового в господи в локации верден бринг вот в частности например и зал да стоит вы можете у него вот за эти airship parts как видите здесь всякую хрень на покупать начиная там арида от рецептов заканчиваю рунами и каким-то обмундированием с данной локации то есть еще раз открываем то есть вот этими ломами мы открываем сундуки на локации из локации сыпется airship parts далее здесь у нас идет exalted kids и люмсов аурилум здесь опять-таки вот парные вещь до exalted keys то есть ключи возвышенных открывает у нас сундучки а в сундучках содержится люмсов аурилум ну люмсов аурилум тратится на локации верден бринг мой господи аурии аурик бейсина ребят вот аурик бейсин на этой локации вы можете потратить частности вот здесь в центре в забытом городе тарир стоит нпс после выполнения мета ивента вы можете у него там потратить свои люмсов аурилум в частности очень популярный вайпер сет сейчас добывается именно здесь да то есть рецепт на вайпер стат вам можно купить здесь и соответственно вот эти exalted keys как раз открывают всякие сундуки опять-таки после убийства босса далее у нас идет вялся в чак эйсит и лейлайн crystals здесь есть как видите следующей локации танго депс да вот вы можете видеть что здесь у нас добывается давайте смотреть для того чтобы использовать ну или потратить лейлайн crystals у вас должна быть натренированная мастер и нюхач лэнгвич то есть понимание языка нюхач это такая в мастере специальная есть линия до линии тренировки и за вот эти кристаллы вы можете общаться с вендорами в данной локации и покупать у них оружие и другие фишки вялся в чак эйсит эти вялы используются для открытия кристаллизованных таких сундучков локации танго депс и они могут содержать броню оружие и рецепты мачете мачете решает используется у нас локации dragon stand последняя карта дополнений heart of thorns когда вы убьет пройдете мета-ивент например да в локации и убьете босса мордер мото то после его смерти будет разбросано очень много таких забыл как они называются правильно что из главы вылетела в общем будут такие как огромные кусты да и чтобы эти кусты разрубать и получать из них там броню оружие и рецепты вам понадобятся вот эти мачете мачете кстати можно купить прям там вот на старте где-то это локации вот здесь вот здесь где-то непи стоит но кстати для их покупки вам понадобится и ley line crystals по моему и пакт кроу барс и так ли так эрши партс люмсов аурилум и ley line crystals вот так по моему ребят если мне память не изменяет вот эти вот три валюты вам понадобится для покупки мачете далее магнитает шарц получается за прохождение рейдов если вы ходите в рейдов то получаете оттуда вот как раз эти магнитает шарц анбаунд magic это такая валюта который добывается в третьем сезоне живой истории на картах третьего сезона живой истории но в частности вот давай допустим bloodstone фен да на этой карте здесь она как раз бросано прям по карте не летает в виде таких шариков также добывается там когда вы копаете что-либо либо рубите дерево то есть рандомно вот оттуда все это можно добыть так сейчас дальше возвращаемся то есть анбаунд magic берем с вами со всех карт третьего сезона живой истории trade contracts ввели в дополнение по суфая на могут быть потрачены у мерчантов для покупки крафтовых материалов новых крафтовых рецептов и других наград в crystal desert далее у нас идет элэджи мозаикс они зарабатываются за завершение легендарных баунти квестов в кристальной пустыне могут быть потрачены в томпов prime evil kings есть там такое местечко воли тайн magic появилась эта валюта в четвертом сезоне живой истории еще пока не добирался но короче вот там вы ее можете добывать на что тратить сейчас прочитаем так он стей был magic from full of god into the dragon spent at windows to purchase unlock rewards то есть можно может быть потрачено у вендоров для покупки и разблокирование некоторых наград фрактальные реликвии получаем за прохождение фракталов престижные фрактальные реликвии получаем за выполнение дэйли дэйли фракталов наших то есть когда вы делаете по моему вот тировский сейчас ребят боюсь вам наврать но когда вы в дэйли заходите и дэйли фрактал сделаете да то здесь сейчас я посмотрю пу 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 да точно содержит престижный фрактал реликда когда делаете дэйли рекомендуют фракталы то вам вот как раз оттуда дается это валюта тратится там на покупку в частности а сенды всякой бижутерии прямо во фрактальном лобе далее 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 вот смотрите начиная от аскалонин тирс от слез аскалона и заканчивая шарцев жайтан все вот это является валютой данжей и она представлена прямо так как эти данжи идут то есть аскалонин тирс тратится то есть добывается в данжи аскалонин катакомбс далее селся в билл то он из зарабатывается даже кодеку смейнер дэдли блумс из данжи twilight арбор и вот все по очереди данжи как они вот здесь у нас представлены в looking for group да вот они поехали 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 и соответственно руины цветов арах это последний вот а тут добывается шарды жайтана зайта на вот все это валюта данжи начинает слез аскалона и заканчивая шардами жайтана она может быть потрачено у специального нпс в городе lion's arch сейчас я вам его покажу вот он стоит где-то ребята вот ориентировочно где-то вот вот тут вот здесь стоит и не не писи такой подходите к нему там он называется данжен армор и вэпен как-то так вот короче ну то есть мерчант который продает оружие броню из данжей поехали дальше что она здесь еще так с кирмиш climb tickets значит торгуются за разные награды полученные через ввв с кирми супервайз то когда вы пойдете на ввв у вас есть треки также как в пвп до reward трек и здесь есть где-то с кирмиш трек такой сейчас я посмотрю есть он меня разблокирован нет я просто так не хожу но вы не особо я фанат сейчас посмотрим может в локит где-то есть он наверняка знаете что скорее всего может быть доступен во время ввв сезонов вот я что думаю наверное так скорее всего то есть когда идет сезон в эту там и можно добыть вот эти с кирмиш climb tickets там стоит также на ввв с кирмиш супервайзера у него могут быть потрачены вот эти билетики testimonies of hero x также дорабатываются на ранкинг ввв и могут быть потрачены на добычу геройских очков hero point да видим далее провизионер токенс эти провизион когда вы выполняете ивенты на карте heart of torrents то некоторые ивенты приводит к тому что ну запускать какие-то там крупные ивенты и вы получаете вот эти вот токены провизии которые могут быть тоже у трейдеров потрачены часто вот посмотрите например кварт мастер на томе видите написано фэкшен провизионер что там у них можно зайти купить но но тоже всякую кстати броню внешку и так далее вот вот такие вещи трейдерский используются в дополнение по сфая в кристаллической пустыне для того чтобы открыть сундучки и гейтинг кристалл это валюта которые получаются внутри рейдов дополнение по сфая вот надеюсь я вам принципе все рассказал так что ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь видео с такими же нубасами как и вы потому что я такой же нубас подписывайтесь на канал всего вам доброго ребят вступайте кстати в гильдию я создал свою собственную гильдию называется она russian dogma у нас здесь сколько уже восемьдесят девять человек нас вот как видите в онлайне сейчас 11 но вечерком там по 20 с лишним человек до сидит так что приходите жду вас всех всем новичкам стараюсь помогать насколько это возможно все всего доброго и пока пока